Минкульт Украины назвал религиозной организацией, подлежащей переименованию. Религия и мировоззрение Минкульт Украины назвал религиозной организацией, подлежащей переименованию. 15-25 РИА Новости, Стрингер, Успенский собор Киева-Печерский лавры в Киеве. РИА Новости, Стрингер, Успенский собор Киева-Печерский лавры в Киеве. Архивное фото Киев, 26 и Анфрия Новости. Министерство культуры Украины опубликовало полный перечень религиозных организаций, которые по новому закону должны изменить свое название Список опубликован в субботу в правительственной газете «Урядовый курьер» В декабре на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую опцию ее названия В соответствии с документом, у канонической Украинской Православной Церкви будет 4 месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующее изменение в устав В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа 17 января, в 8 часов Филарет жаждет крови Спецслужбы готовят атаку на УПЦ Министерство культуры В своем сообщении пишет, что была проведена религиовеческая экспертиза, в ходе которой были установлены подпадающие под переименование религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входят в состав Русская, Российская, Истинно Православная Церковь РИПС Русская, Российская, Старообрядческая Церковь Беспоповское Согласие Другое название Древле Православная Поморская Церковь ДПЦ Украинская Православная Церковь В единстве с Русской Православной Церковью УПЦ Русская, Российская, Древле Православная Церковь РДЦ Новозыпковское Согласие Русская, Российская, Православная Старообрядческая Церковь, РПСЦ, говорится в сообщении Минкультуры. 5 января, 16.08. Создание автокефальной церкви Украины сообщается, что указанным религиозным организациям в срок не позднее трех месяцев нужно внести в свой устав положение, предусмотренные законом изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке. Также Минкультуры публикуют полный перечень религиозных общин, центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских миссий, духовных учебных заведений, которые входят в указанные выше церкви и подлежат переименованию. Всего в перечне 566 таких объектов. В частности, в перечне указана Киевская метрополия Упци управления Киевской епархией Упци по улице Лаврской, 15, а также все 53 региональных управления Упци по всей Украине. 26 декабря 2018 года, 1334 на Украине назвали последствия для Упци. Случай отказа от переименования в Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея прошел объединительный собор, в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии Упци запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой автокефальной церкви Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение собрания в Киеве ништожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. Константинопольский патриарх 6 января передал Киеву Томас об автокефалии новой церкви. Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивает вся территория Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии, приходы, за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания Томаса трагическим в истории вселенского патриарха.